Вот, вы знаете, я до сих пор не могу понять, как у нас застраиваются Солнечный 1, Солнечный 2. Вот там красивые школы строим, Солярис там, Аврора построена, красиво, да. Но, ребята, вот строится новый микрорайон. На пустом месте абсолютно, ничего сносить не надо, ничего там вот, никого переселять не надо. Но дома, окно в окно. То есть мы строим современное гетто, у меня в другом слове нет, это современное гетто, то есть узкие улицы, невозможно проехать, это в новом районе. Ну давайте предусматривать нормальные проспекты, ну уже совет, то есть с вами считаться мы должны. К сожалению, у нас таких территорий на Горбина не одна, можно говорить про Солнечный, Тальк, который застраивается у нас достаточно длительное время. И в виде подобной ситуации другие территории, надо сказать, и в Солнечном-то еще проще, чем из некоторых других выехать. Есть и существующие ситуации гораздо хуже у нас. Солнечный, по крайней мере, строится по утвержденной документации по ланировке территории. Ну да, может быть, она была подготовлена в свое время по новым, которые в настоящее время уже несколько устарели. И с этим мы и анализируем эту ситуацию, и нормативы меняем. Напомню, что летом мы приняли новую редакцию правил сельскохозяйственной застройки муниципального образования города Саратов, где другие уже нормативы у нас установлены. Кроме этого, уже разработан новый проект местных нормативов простроительного проектирования. Он в декабре уже опубликован, и там совершенно другие критерии застройки территорий уже установлены. Он уже обсуждается, и мы рассматриваем вопрос о представлении его на рассмотрение в Думу. И сейчас уже проходит обсуждение, в том числе планируется в ближайшее время он обсуждаться на горостроительном совете города. Это новый проект местных нормативов. Кроме этого, уже по поручению главы города Михаила Александровича Исаева, у нас проводится в управлении горостроительного регулирования анализ всех документаций по планированию территорий, всех жилых комплексов, которые у нас порядка 50 минут достраиваются. У нас сейчас новые территории, они достраиваются за тот период, который от начала строительства. И по результатам анализа также будут применяться и при новом решении, как можно расшивать данные ситуации. Особенно на новой территории. Антон Владимирович, три вопроса. Департамент Дмитрова, отраспорядок. Первый вопрос. Почему в Порте-Саратове нарушается инсталляция? Это вот о чем говорил как раз Ерофей. И вы же за это отвечаете. То есть вот когда-то проект подают расширение строительства, как должны дома около дома строить и так далее. Вот инсталляция, почему она нарушается? У нас 80% домов в городе-Саратов, где нарушены показатели инсталляции. Как вы это посчитали? Очень просто. То есть специалисты об этом говорят. Это попадание света, то есть вот в окно, попадает свет в окно, и вот это называется инсталляция. 80% нарушено в городе-Саратов таких домов. Не совсем попадание света в окно, не освещено в течение дня. Все объекты, которые строятся на территории города, строятся с учетом заключения экспертизы в проектной документации. В проектной документации разрабатываются организации, имеющие на это соответствующие лицензии. И, соответственно, и в том числе вопрос инсталляции рассчитывается при проектировании, при прохождении экспертизы. Вот архитектурный государственный совет, общественное слушание, масса других институтов, которые проходили треть удачную. То есть отец этого округа, мы треть удачную. На ней мы планировали, то есть ли вы захлёб, говорили, планировали фонтан сделать, сделаем всякие лужайки и так далее. Есть проект, то есть вот это, по которому должно быть, как должна площадь, что не должно быть, первая аллея, то есть, допустим, улитка нормальной охоты и так далее. А когда начинаем реализацию вопроса, оказывается, ЭЛС-центр, там ещё какое-то название, на площадь остаётся, и вы на них почему-то и в суд не хотите подавать. Говорят, ну это всё законно, вы же говорите. И первая аллея не хотите подавать. И подавали в суд. Хорошо, а почему? Где в суд вы подали, вот на площадь, которая есть? Секундочку, ну вы сейчас, в 2020 году подали в суд на них или нет? Кого-то кого-то. Ну на ЭЛ-год, который на площадь, еще не подали. Ах, еще не подали. Вы же всё это хорошо. В 2019-м подавали? Хорошо, в 2019-м подавали. Давайте по теме отчёта работаем. А это всё тема, ребят, это всё тема. А то подымчат, я вам в лицо говорю, вы главный коррупционер в городе Саран. Это моя точка зрения. Нет, я в лицо говорю, при вашем потоке нет. Дальше, и масса примеров, масса примеров. Первое, инсуляция нарушений. Они же всегда дают разрешение строительства. Кто это даёт право? А потом, я не я, и хата не моя получается. Третья дачная, то же самое. Но если вы решили, то есть, проведите в порядок третью дачную. Пусть вам дар будут, пусть идут розари. Уж я вам говорю, ну давайте, делайте. Нет, мы в суд не пойдём, мы в суд не подаём. Мы и тут, и тут, и так, и так. Ну хватит выворачиваться. Но Путин, ну в конце специалистов, сказал, да, сделай, ну сделай, чтобы люди это оценили. А то, когда крутится начинать, то это коррупция. Антон Владимирович, понимаешь? Я тебя обвиняю в коррупции. Понимаешь? И масса других таких примеров, когда вы заставляете строить, вы делаете, подписываете документы, а потом говорят, ну кто виноват? Строители, там, малый бизнес, средний бизнес, все виноваты. Только чиновники не виноваты. То Корнехи не виноваты. Все виноваты, только Корнехи не виноваты. Я вам и говорю, что вы главный коррупционер в городе Сарате. Я вам говорю в лицо. Антон Владимирович, я за свою коллегу приношу извинения. Член коллеги комиссии по этим. Ну я, наверное, комментировать не буду. Забыл, не надо. Очередную опусть, коллег Константинович. Давайте не будем, у нас коллег, есть еще выступление? Миного отчетка. Уступление? Миного.